Всем привет, друзья! Если вам посчастливилось отслужить в армии, то с большой вероятностью вы держали в руках общевойсковой штык-нож. И наверняка вас интересовал вопрос, почему он не острый. Обычно командиры отвечали, чтобы не порезаться, но это не так. Во времена, когда стрелковое оружие начало только появляться, штык являлся эффективным оружием ближнего боя. Скорость перезарядки винтовок была велика и в ближнем бою гораздо эффективнее было заколоть врага штыком. Так, некоторые штыки имели длину почти полметра. Со временем стрелковое оружие стало гораздо эффективнее и до ближнего боя дело доходило все реже и реже. Поэтому длинные штыки стали бесполезны. Тот штык-нож для АК-74, который мы с вами привыкли видеть, это усовершенствованный нож более ранних моделей, в котором учтены все ошибки. Он появился в середине 60-х годов и использовался с автоматом АКМ. При появлении АК-74 штык-нож переделывать не стали и производство его продолжилось аж до конца 80-х годов. Этот штык-нож является не только холодным оружием, но и универсальным инструментом. С помощью него можно легко перекусывать проволоку, которая используется в инженерных заграждениях и даже перепиливать арматуру толщиной с мизинец, не говоря уже о ветках деревьев. Благодаря тому, что нож и ножны покрыты пластиком, им можно перекусывать даже провода под напряжением. Также этот штык-нож легко превращается в молоток. Так почему же штык-нож не затачивался ни на заводе-изготовителе, ни в войсках? Дело в том, что при использовании его как оружие ближнего боя, когда он закреплен на автомате, его главная задача не резать, а колоть. Лезвие хоть и тупое, но вместе с весом автомата нож пробивает обмундирование и вонзается в тело врага. В результате получаются страшные рваные раны. Сталь, из которой изготавливается штык-нож, изначально не предусмотрена к заточке. И если даже его наточить, то он очень быстро затупится. Получается, единственная причина, почему его не точат, заключается в его назначении – колоть, а не резать. Кому понравилось видео с вас – лайк и подписка, ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Мосс, спасибо за просмотр, пока!